Всем привет, дорогие друзья! Вы снова на канале Данил Данст. В этом видеоролике я вам расскажу, зачем я распродал абсолютно всё, что я мог только продать и зачем мне нужны были деньги. Но перед началом данного видеоролика хотелось бы вам сказать вводить мой никнейм при регистрации Данил Данст, также указывать мой промокод CAPSAMDANST. После отыгрывки 7 часов у нас 50 тысяч рублей. Ну а мы начинаем! Итак, ребятки, зачем же я продал всё имущество, которое только мог продать? Я продал свой автосалон, продал все дома, которые только мог продать, продал катер, который вроде бы, казалось, недавно бы купил, но, к сожалению, мне не пришлось это всё продать, продал все машины, которые у меня были. Сейчас я вам расскажу, зачем же я всё это сделал, также я продал скин Кондора МакГрегора. Итак, ребятки, это всё делалось для того, чтобы когда слетит Текала Ткарина, они больше спорят для вас, Текала Ткарина сегодня уже слетела, и для того, чтобы её поймать, мне, соответственно, нужны были деньги. Чтобы были деньги, соответственно, мне пришлось всё продать. В первую очередь, я решил продать свой автосалон, я его продал за 120 миллионов, это вы уже увидите в самом видеоролике, я сделал небольшую нарезочку того, как я абсолютно всё, что у меня было, я всё продал. Честно скажу вам, ребята, даже вот я сейчас карно пишу, смотрите, у меня только три машины есть, и одну машину, из которых я должен продать своему другу. Мои тачки, которые одна, один гелик, а другая Ламаркини Авинтадор, довольно-таки быстрая тачка, которая мне вкатывает. У меня осталось всего лишь два дома, это дом Батырево и дом на рублёв. Я продал свой дом в Майами, который недавно купил с ГОСА, продал его по хорошей, довольно-таки в цене, это было 30 миллионов. И когда я всё продал, последнее из того, что я хотел продать, это был Крузак, Крузак я продал в стриме, который был сегодня. Я его продал за, по-моему, если не ошибаюсь, 4 миллиона 700 тысяч, это была последняя точка, и когда я его продал, у меня на руках было 310 миллионов, чтобы вы понимали, 310. Я не сам от себя такого не ожидал, потому что у меня возможно такая сумма, сейчас в виде скриншот того, что у меня было на руках, это было реально 310 миллионов, я сам себе не верю, но тем не менее. И сразу же я пошёл и поставил АТК Литкарина. Ещё результаты неизвестны, перебьют меня или нет. Сейчас мы поедем на аукцион, я вам покажу, что я правда поставил 300 миллионов на транспортную компанию Литкарина. Не знаю, перебьют меня или нет, это вы уже узнаете завтра, но пока что это даже мне неизвестно. И тут где-то человек должен быть на ламбе, и видимо он куда-то съебался. Вот мы уже и находимся в самом аукционе, как видите, сейчас мы прописываем аукцион. Смотрите, ребят, активный, 300 миллионов. Как видите, можете посчитать нолики, кто мне не верит, вот сейчас, чтобы никого не было видно, чтобы оно вам не мешало. Вот, можете посчитать нолики, тут написано 300 миллионов. Если кто-то не верит, можете поставить на паузу и пересчитать. Я абсолютно в здравом уме решил поставить 300 миллионов, потому что я изначально хотел себе купить ТК, либо же Снорайза, либо Батырева. Но Литкарина даже в планах не было купить, и поэтому все деньги, которые у меня были, я сейчас поставил на транспортную компанию Литкарина. У нас получается, что у нас сегодня понедельник, 24 августа, и результаты аукциона мы узнаем только уже завтра. Надеюсь, этот ролик выйдет в понедельник, а ролик про то, как я поймал ТК Литкарина, если все-таки ее поймал, это в лучшем раскладе, это уже выйдет, мне кажется, во вторник. Ну, в принципе, это все, что я вам хотел сказать, также сейчас поедем к ТК Литкарина, я вам покажу то, что там даже фуры находятся, и я небольшой секретик вам расскажу, надеюсь, что видео выйдет уже во вторник. Финка, которая накапала, когда забанили самого владельца транспортной компании Литкарина, она осталась на бизнесе, понимаете, и там, возможно, лямов даже больше, чем 50. И на это я делаю упор, то, что когда я куплю ТК, если все-таки ее куплю, точнее, не куплю, а поймаю, у меня будет 50 миллионов еще на руках сфинки самой, которая была уже при старом владельце, когда его забанят. Ну, а сейчас мы сгоняем с вами к ТК Литкарина и посмотрим, что там да как вообще, что там по фурам есть. Итак, ребятки, вот мы и подъехали к транспортной компании Литкарина, как видите, она находится у нас в аукционе, вот ее можно купить, но ее можно поймать на аукционе, но тут купить ее нельзя. Вот, можно написать buy biz, у меня на руках находится 10 миллионов, ее нельзя купить, данный бизнес выставлен на аукцион. Но, тем не менее, как видите, тут есть фуры, это довольно-таки неплохо, все-таки, если я ее поймаю, это в лучшем раскладе, еще раз повторюсь, то это все будет как бы в моих владениях. Смотрите, какая красота. Я очень мечтаю, конечно, поймать транспортную компанию, потому что это довольно-таки неплохой бизнес. Но сейчас вы видите нарезочку, как я все продавал под классную довольно-таки музычку, но, ребятки, приятного просмотра. Тело е деньги, блядь, в факт, пальцем шелк и деньги ванк, сами дики ванк, сами дики ванк, но я гордил се ванк, сами дики ванк, но я гордил се ванк. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а на этом данный видеоролик подошел к концу, если вам понравилось, напишите любые комментарии, поставьте лайк. Всем удачи, ребята, и пока-пока, до новых встреч.